Друзья, только вчера дал большой комментарий одному из журналистов относительно проекта Freedom о его привлекательности, о его одной из самых лучших инвестиционных привлекательностей в Сибирске. И по счастливой случайности у меня получилось договориться сегодня встретиться с Айратом Ямаевым, руководителем One Company, компанией, которая возводит проект Freedom. И Айрат сегодня мне пообещал эксклюзивное интервью о всех самых ключевых изменениях во второй очереди проекта. И я сейчас уже иду в офис к Айрату, следите, смотрите, изучайте и бегите к своим клиентам. Если вы агент по недвижимости, рассказывайте обо всех нюансах проекта. А если вы инвестор, очень внимательно присмотритесь, потому что я на самом деле считаю, что это один из самых инвестиционно привлекательных проектов сегодня в Новосибирске. Друзья, ну вот я уже в офисе компании, тут очень солнечно и светло. Поэтому сейчас мы запишем небольшое классное интервью. Пока Айрат готовится, я вам покажу крупным планом красивую картиночку. Это уже прям напоминает такой европейский современный проект. Смотрите, какая красота. Где-то здесь вы можете жить или работать. Поскольку в проекте будут и гостиницы, и бизнес-центры. Вот, кстати говоря, вот так же солнечно и ярко будет на самом деле. И поскольку проект располагается прямо в доме реки, мы работали на бизнес-центре, который на обе стояло. И солнце у нас было в наших окнах абсолютно весь день. Да, приветствую. Спасибо за готовность поделиться секретной информацией. Надеюсь, она будет крайне привлекательной и интересной для рынка. В принципе, я думаю, что за Фридомом многие наблюдают и видят такую, наверное, аномальную историю вокруг этого проекта. Буквально за 8 месяцев мы продали практически полностью здание первой очереди. И там фактически апартаментов сейчас на данный момент нет. Буквально единичные апартаменты остались. И если говорить о ситуации, которая сейчас про аномальность, это, наверное, стоимость даже объекта, которые в результате, так скажем, вот этих 8 месяцев работы мы получили. Мы стартовали, первые инвесторы заходили по цене 165 тысяч рублей за квадратный метр. Текущая цена уже 240 за квадратный метр. И мы понимаем, что спрос до сих пор есть. Мы увеличивали стоимость уже несколько раз. И мы видим сделки уже даже по текущей стоимости. Я более скажу, я вчера давал комментарии одному из журналистов по вашему проекту. Я рассказал, что мое личное ощущение, что вы недооцениваете свой проект. И цена там на самом деле должна быть гораздо выше. Скорее всего, эта информация в тексте не появится. Но это мое на самом деле глубокое убеждение, что здесь точно цена должна быть выше. И она может быть выше прямо сейчас. Да, согласен. У нас здесь, наверное, история какая. То, что мы концепцию проекта постоянно усиляем и улучшаем. И изначально, когда мы заходили в проект, проект был одним. И в результате вот этих 8 месяцев работы мы поняли, что нам вообще нужно полностью переработать проект. В первую очередь, естественно, мы не смогли уже переработать глобально. Но у нас все равно масштабно была переработана. С этим связаны, наверное, небольшие задержки. Мы в какой-то момент просто на пару месяцев остановились визуально, но очень сильно перерабатывали. Я тоже от рынка это слышал, что я прямо говорю, что что-то как-то строят, как-то медленно и не видно никакого движения. Хотя на самом деле я часто езжу мимо и вижу, что потихоньку-потихоньку на движении есть. Да. У нас вот было буквально летом такой небольшой перерыв. Но перерыв был связан с тем, что мы кардинально поменяли инженерные сети, коммуникации все. И тот проект, который нам достался по наследству, он имел ряд ограничений технических, которые нам нужно было в моменте исправить. В том числе и по мощностям, в том числе и по конфигурации подвальных помещений. И просто в один момент нам пришлось всех строителей перекинуть вниз, чтобы мы технически смогли реализовать все, что захотели в проекте сделать. И создалось такое небольшое ощущение, что проект стоит. Но сейчас буквально с сентября все строители поднялись наверх. И мы видим значительную такую динамику. И мы сейчас как раз дошли уже до восьмого этажа. И одновременно сейчас закрываем, не только строим наверх, монолит льем, но и у нас вкладка началась. Помимо этого уже сегодня завели остекление. И сейчас вкладка на четвертом этаже. И наша задача все-таки в февраль-март полностью окончить сам каркас зданий. Ну и параллельно ввести кладку, чтобы полностью закрыть здание к марту-апрелю, чтобы здание было полностью закрыто. Уже приступить к внутренним работам. А потом сколько этажей в первой очереди? В первой очереди 18 этажей. Сейчас на девятом этаже. Сейчас на восьмом этаже. Да, сейчас мы на восьмом этаже находимся. Ну и темпы по монолиту, они значительно усилились. Ну потому что все работники, рабочие, которые были, они перешли из подвала. И все работы внутренние по инженерке, они просто, это важно было сделать как раз летом. И вот эти все моменты, есть моменты, которые связаны с тем, что мы частично усилили проект. Потому что многие изменения, которые коснулись проекта, мы взяли фидбэк от московских брокеров, от московских проектировщиков, от новосибирских проектировщиков. Вот эту всю информацию, которую мы собрали, мы скомпилировали и поняли то, что нам проект очень сильно нужно видоизменить. Потому что в том виде, в котором есть, он является не сильно эффективным и с точки зрения коммерческой части, и с точки зрения потребительской части. И мы в связи с этим уже пошли дальше и начали проект второй очереди. Вот от проекта второй очереди не осталось вообще ничего. То есть он полностью был переработан. И сейчас проект, если говорить о значительных изменениях, он первое, полностью поменял архитектуру. Она совершенно другая. Мы можем сейчас, кстати, посмотреть, как на данный момент будут выглядеть здания. Сейчас я просто перелистну на более такой фасад, понятно. Если раньше это были кубики, которые поднимались наверх, то на данный момент мы сделали здание совершенно другой архитектуры. Плавное, круглое. Помимо этого у нас в проекте здание, плохо видно, сейчас мы посмотрим отсюда, появилось отдельно стоящий 3,5 тысячи квадратов термальный комплекс. И здания, они значительно претерпели изменения. Мы смотрим, стало разной этажности. Да, оно стало разной этажности. Мы его архитектурно тоже вот эту историю обыграли. Здесь из ключевых изменений мы поняли, что нам катастрофически не хватает парковок. Поэтому у нас было раньше... Смотря на то, что было два этажа парковки. Да, у нас было два этажа парковки. Сейчас у нас первый в городе проект, который четырехуровневая подземная парковка. Соответственно, это достаточно большой объем. У меня вопрос. Вы четыре уровня за счет чего получили? Вниз закапывались или верхними этажами пожертвовали? Да, у нас если посмотреть соединение первой очереди и второй очереди, мы видим, мы как вниз закопались, так и наверх поднялись. Потому что сейчас там достаточно большой перепад с большевистской. Это технически сложно реализуемый, так скажем, проект. И поэтому сильно глубоко вниз мы тоже не могли уходить. Но мы понимали, что нам количество парковочных мест нужно значительно увеличить. Поэтому мы, так скажем, вот эту историю и вниз, и наверх сработали, чтобы это совокупно дало нам достаточно большое увеличение парковочных мест. Плюсом мы проработали въезд парковки, сейчас прорабатываем до сих пор, со стороны большевистской и отдельный дублер. Вот сейчас он до сих пор в разработке, в проработке находится, как его правильно реализовать, чтобы с точки зрения трафика мы не создавали пробку в городе. Соответственно, по большевистской, чтобы было достаточно просто заехать и, соответственно, дальше продолжить свой путь. Поэтому вот эти все технические моменты, они значительно переработаны были. Плюс у нас сейчас есть, раньше это все здания были здания апарт-комплекса, сейчас здания у нас есть бизнес-центров. Поэтому у нас сейчас стартует здание башня В. Это вот первое здание, которое ближе к большевичке. Это здание апартаментов. Дальше мы будем стартовать зданию башню Г. Это уже башню Б, извиняюсь, это бизнес-центр. Причем здесь, помимо того, что мы поменяли, так скажем, конструктив и вообще архитектуру здания, мы здесь внесли ряд изменений с точки зрения инженерных сетей. То есть у нас внутреннее, у нас сейчас центральное кондиционирование, то есть у ряда зданий, и плюс центральная вентиляция. У нас видно, что здесь уже кондиционеров не будет на фасаде, а в здании, где у нас остались кондиционеры, мы их тоже аккуратно спрятали. Сейчас я покажу, как у нас реализована эта история. То есть у нас тоже вот сейчас как раз здание башни В, которое апартаментами является, мы оставили кондиционирование не центральное, но его скрыли так, чтобы визуально его не будет видно вообще. Соответственно, вот это за 8 месяцев мы полностью переработали проект, соответственно, сделали его более... Он более легким стал? Да, он с точки зрения архитектуры более правильным стал. С точки зрения, так скажем, транспортной логистики, пешеходной логистики он более правильным стал. И с точки зрения, так скажем, вообще потребителя он стал более, так скажем, комфортный. Поэтому вот эту историю мы сделали для того, чтобы... Это, кстати, очень достаточно большой бюджет был потрачен на это и на перепроектирование. Причем сейчас, на данный момент, если вы там сейчас посмотрите, на второй очереди у нас уже был построен стелобат, сейчас его полностью сносят и будут делать заново проект. Поэтому тоже это достаточно такая трудозатратная история. Но нам хотелось, чтобы у нас в Новосибирске появился правильный объект, который архитектурно дополнит нашу набережную и хорошо архитектурно впишется. Ну и плюс он действительно был с точки зрения потребительских характеристик, правильно собран. Вот поэтому значительные вот эти изменения, которые мы сейчас видим, это как... Это сторона большевички? Это сторона... Так, это сейчас сторона, да. Это стороны большевички, да. Это вот у нас торговый центр, торговая галерея. Улица большевички, она будет выглядеть именно вот так вот. Вот поэтому, ну, в ближайшее время мы в открытую выложим, естественно, все проработки, все наработки. Ну, как вы видите, если поднять, так скажем, старые рендеры, что были до этого, проект просто полностью поменял свой облик. Да, да, да. Поэтому у нас помимо этого мы еще проработали с точки зрения коммерции дизайн внутренний мопов и дизайн как раз торгового центра. Сейчас покажу, что мы сделали. Как раз мы хотим сделать внутри проекта у нас достаточно дизайнерские решения с точки зрения торгового комплекса. Это входная группа, медиафасады, соответственно, дерево плюс зелень, такой нейтральный черно-белый деревянный стиль, да, то есть как бы когда как раз арт-объекты внутри. Это вот торговый центр, вот мы реализовывать будем торговый центр вот в таком дизайне, то есть большое количество медиафасадов, много дерева, арт-объектов, соответственно, дизайнерская мебель. И мы надеемся, что у нас самый дизайнерский торговый центр будет в городе, вот, и он будет самый интересный с точки зрения как раз вот внутреннего наполнения, мопов, вот, и поэтому мы вот как раз видим такой, и с одной стороны минимализм, ну, с другой стороны правильный функциональный дизайн. Ну, да, вот как раз моп подъезда. Вот, и сейчас эта работа велась на протяжении 8 месяцев, сейчас я покажу, как у нас будет выглядеть, это вот как раз выглядеть будут места общего пользования уже апартаментов, да, то есть его в таком виде будет представлено. Вот, как и рон такой метрофон. Да. Ну, и здесь мы тоже постарались сделать, так скажем, с одной стороны лаконично, а с другой стороны дизайнерски, чтобы визуально это было правильно и соответствовало нашему комплексу. Скажи, раз мы запробовали и торговый центр, есть уже за то время, мы сколько не виделись с момента прошлого интервью, полгода прошло или поменьше, конкретные наработки по операторам, по кто будет в торговом центре уже находиться, появились ли договоренности с управляющей компанией, гостиничным оператором и так далее. Да, на самом деле у нас сейчас есть ряд наработок с точки зрения операторов, с точки зрения коммерции, которая там будет находиться, но мы склоняемся к тому, что мы отдадим эту историю уже федеральным брокерам, вот сейчас выбираем, ну, можно сказать, уже выбрали брокерскую компанию, которая будет заниматься наполнением вообще полностью торгового центра, потому что это 35 тысяч квадратных метров, достаточно большой объем, и мы понимаем то, что есть профессионалы, которые занимаются наполнением таким объемом, и мы эту историю передадим как раз брокерам. Вот, здесь мы для себя так называемый приброкеридж делали и собирали заявки на то, кто может туда сесть. И сейчас есть ряд и там ресторанов, и ряд операторов, которые готовы зайти в проект, но мы эту историю поставили в качестве сбора заявок, и, наверное, уже с начала лета начнем подписывать контракты, потому что сейчас нет никакого смысла этого делать. Да. В связи с тем, что, да, у нас конец следующего года, это старт первой очереди, мы завершим строительство первой очереди, и за такое раннее время, ну, тем более сейчас текущая политическая ситуация, вообще непонятно, очень сильно все меняется, опять-таки тоже с точки зрения там гостиничной истории, сейчас гостиницы полностью переполнены, то есть мы даже понимаем, что хорошо, что мы не стали давать гарантированную доходность 8 месяцев назад, потому что текущая гарантированная доходность, она там на 30-40% больше, все гостиницы Новосибирска переполнены, стоимость гостиниц увеличилась там на 30-40%, гостиницы высокого класса 4-5 звезд, они еще больше подняли стоимость, и мы понимаем, что если динамика так продолжится, лучше на финале эту историю уже понимать, что мы имеем, и подписывать контракт, нежели с каким-то конкретным оператором на какие-то цифры, нежели сейчас подписать быстро какой-то контракт, и дать условно для наших инвесторов неэффективные и неправильные решения. И мы сейчас видим такую тенденцию и тренд того, что стоимость и аренды, и коммерческой части, и жилой части, ну и поджилой частью, я понимаю, апартамента, она хорошо растет, и спрос на нее очень высокий. Если этот тренд продолжится, то мы видим то, что буквально ближайшие полгода эта история еще скорректируется, выше, и здесь, наверное, правильнее даже для инвесторов чуть-чуть подождать и получить выше. Вот и даже в ваших интересах максимально выдержать всю эту историю, потому что когда проект будет расти, и люди увидят и темп, и потом всю красоту, да, и увидят, что вот этот масштаб, потому что часто, конечно, очень сложно представить, что будет происходить с территорией, с локацией, с инфраструктурой, пока ты не увидел на него. Поэтому когда-то все уже построится, то будете влет сдавать и продавать за высокие достаточно цены. Да, здесь, наверное, нужно отметить то, что мы, когда стартовали, пытались собрать заявки от операторов, и им пытались, так скажем, навязать наш проект, то на данный момент у нас ситуация происходит немножко другая, операторы сами начинают обращаться к нам, и те операторы, ну, причем мы видим такое интересное обращение, когда мы к ним пытались прорваться и там сказать, давайте вы у нас будете оператором, они даже забыли то, что мы к ним заявку отправляли, они нам отправляют заявку и спрашивают, можно, ну, какие у вас есть варианты с операторами, хотя, ну, условно, 8 месяцев назад они даже заходить не хотели, потому что на тот момент это была история про котлован, который стоял 10 лет, и в него не верили, и даже сейчас нужно понимать то, что почему растет стоимость квадратного метра, когда мы там 8 месяцев назад стартовали, понятное дело, что эта локация не представляла собой никакого интереса, после того, как мы, так скажем, сделали значительные изменения, и сейчас повторно их делаем, стоимость, она растет не, так скажем, вот в нашем случае не просто так, а потому что есть причина, потому что проект становится более полноценным, более качественным, более проработанным, и здесь нужно понимать то, что текущая история вот роста, да, и спроса, она, так скажем, поддерживается чем? Как раз таки вот этими улучшениями проекта, увеличение, в принципе, спроса на апартаменты, ну, и понимание того, что вот эта недвижимость, она будет крайне интересно сдаваться, потому что самый большой парк, с самым большим трафиком, на центральной, так скажем, набережной города Новосибирска, где там воды, да, соответственно, с большим количеством магазинов, с большим количеством ресторанных концепций, с термальным комплексом, да, то есть такого просто в городе пока нету, да, и люди пока еще его даже до сих пор недооценивают и пока не понимают. Конечно, его сложно прямо вот охватить. Я думаю, что вы до конца еще не понимаете, что вы делаете для города. Да, но мы хотим сделать городу историю, в которой будет наше Новосибирске гордиться тем, что и водить там своих гостей именно в наш комплекс, потому что это будет логично. У нас сейчас на набережной просто-напросто даже парковки нету, она появится там, мы не продаем парковки, там нету концепции правильной с точки зрения там улицы, баров, ресторанов, она должна быть там, там нету термального комплекса, он там должен быть. Эта вся история, она правильно расшивается. У нас там речной вокзал, это самое большое скопление, автомобильного, пешеходного, общественного транспорта. Больше чем здесь, концентрации нету в городе. И почему-то сейчас, так скажем, люди, недооценивая эту историю, они понимают то, что там огромный вакуум вот этой сгусток энергии, который можно превратить в очень интересную концепцию. Но эту историю мы сейчас уже постепенно расшиваем, и она набирает оборот. Поэтому у нас много кто хочет попасть в первую очередь, он уже будет это делать по достаточно высокой цене. Это 240 тысяч рублей за квадратный метр. И сейчас стартует башня ВФ, которую есть возможность купить значительно ниже. И я думаю, что прирост будет не меньше, чем в первой очереди. Потому что если в абсолютном выражении посмотреть, ни один объект в городе Новосибирск в абсолютном выражении так не рос. А как любят говорить агенты, брокеры, что при, так скажем, ипотечной истории и инвестировании 20% и росте в 70% объекта, вы представляете, какое количество процентов получили инвестора, это сотни процентов, которые доходности объекта. Мы понимаем то, что в финале мы должны прийти минимум в цене 300 за квадрат, и в течение 2-2,5 лет это цифра вполне себе реальная. Тот, кто сейчас будет заходить, может посчитать, какой прирост у него будет по проекту. Ну и, конечно... Если бы вы взяли и вышли за рамки, отключили свое сознание, вы бы смело могли 300 сейчас ставить. Я еще раз говорю, потому что вы привязываетесь к рыночной ситуации. Может быть, я неправильные вещи говорю для рынка, но вы находитесь в уникальном месте, и такого места больше нет. И вот воды, то есть реки Обь, нет ни у кого. И, соответственно, как я говорил всегда, и на прошлом интервью говорил, что туристическая вся недвижимость во всем мире, во всех городах, все, что расположено вдоль моря, реки, океана, резко отличается в цене от всего того, что есть в той мокрации, в том уровне. Поэтому вы могли бы называть любую цену, и она была бы проглочена. В принципе, правильно, наверное, сделали то, что вы вышли с адекватной ценой на рынок, потому что вам нужно было создать репутацию проекта, потому что на самом деле у Снежной Милы эта репутация уже такая никакая была. Да, и вы сейчас это все уже, уже никто не вспоминает, уже забыли это название. И у вас сейчас горизонт, на самом деле, открытый. Да, на самом деле я хочу поблагодарить и вас за, так скажем, предоставление возможности информации людям про комплекс, потому что достаточно сложно рассказать про объект в рекламных материалах, я имею в виду, в наружке, в радио. И здесь ключевую роль в, так скажем, вот в тех позициях, которые мы сейчас имеем по продажам, занимает как раз таки брокеры, которые активно нас презентовали, продавали, которые работали, у нас практически весь комплекс был продан агентами, то есть мы, в принципе, за то, чтобы, вот, и мы понимаем, какой вклад каждый, и я вообще считаю, что, в принципе, нормальный рынок, это люди, когда обращаются к агенту, которому доверяют, и, соответственно, он может подсказать правильные истории и рассказать, что действительно с точки зрения профессиональной части будет внутри проекта. И вот в этом случае это немножко нестандартный проект и не проект про стандартную недвижимость квартир. И здесь вот нам очень брокеры помогли, они доносят информацию до конечного потребителя. И поэтому я считаю, что здесь правильная история. Люди, обращайтесь с брокером, они вам расскажут правильно, что такое концепция, как это работает, покупать там, стоят ли квартиры во вторичке, либо в каких-то концептуальных проектах. Потому что у нас идеология проекта Freedom, это идея свободы, когда человек, покупая хоть юнит 24 квадрата, хоть пинхаус 200 квадратов, имеет доступ к такой инфраструктуре, которая, так скажем, в лифтовой доступности может просто не раздеваясь, хоть минус 40 градусов, пройти и купить себе там продукты, оказать любые услуги бытовые, пойти потренироваться, причем не в микрофитнес-зале, а в большом, там, огромном зале, да, там, федеральном бренде, пойти пообедать в одном из десятка ресторанов, это не какой-то мини-кафе. Вот, и такой концепции, наверное, нету. И только благодаря как раз брокерам, которые правильно умеют доносить до наших клиентов, у нас получается, так скажем, вот эту историю правильно продавать. Вот, и, как бы, я вот за то, чтобы люди, так скажем, вот этот рынок брокеров поддерживать, да, потому что зачастую люди, когда выбирают самостоятельно, они на самом деле немножко могут ошибиться, потому что кому-то действительно нужно, там, загородная недвижимость, кому-то нужна, там, недвижимость, которая, жилая недвижимость. Это немножко другой формат недвижимости, здесь можно и зарабатывать, и, наверное, более такая молодежный формат, так скажем, современного тренда центра города, когда центр... Дионичный. Да, он уплотняется, да, и дает большие возможности, но он становится немножко компактнее с точки зрения площадей, он дороже стоимости квадратного метра, но в абсолюте человек получает немножко больше, чем просто квадрат. Он получает на самом деле вот эту инфраструктуру, десятки тысяч квадратных метров, десятки концепций, которые в рамках вот этого комьюнити комфортны, свою жизнь, да, и он получает больше свободы. Поэтому это сложно донести каждому потребителю, клиенту, вот, это правильно как раз-таки прочувствовать и понять, что это такое. Может только, наверное, там, изначально нам это нужно было брокерам, агентам рассказать, и когда они это понимают, они это доносят и понимают ценность. Вот, у нас, могу сказать то, что многие даже сами агенты купили себе недвижимость, у нас многие топ-менеджеры с Бирбанкой, скажу больше, купили недвижимость у нас. Вот, здесь важный момент такой, еще один, в нас поверил самый системный, самый большой банк в Новосибирске, мы получили самое большое в Сибири проектное финансирование, 12 миллиардов рублей, вот, наверное, больше, масштабнее просто не было этой истории, вот, поэтому здесь нужно понимать, что, так скажем, вот ряд факторов, которые, наверное, на которые можно уже оценивать проект, да, что дальше эта история, она только будет очень сильнее развиваться, и для будущих жильцов, инвесторов, покупателей можно с уверенностью сказать, то, что мы как раз вот преодолели эту точку, когда можно было сомневаться, а можно ли брать, потому что, на самом деле, мы когда запускали первую очередь, у нас был небольшой страх, то, что мы не сможем дойти до этой истории, скажу честно, у банка были большие вопросы по поводу финансирования этого объекта, это большие площади, имеется в виду, там, почти 190 тысяч квадратных метров на одной локации, это очень инфраструктурно большой объект, это много, большие инвестиции, это сложный технический проект, и вот эти все нюансы, они, на самом деле, сейчас мы можем сказать и по объемам продаж, банк очень переживал, что мы не сможем продавать этими объемами, сейчас мы за вот эти 8 месяцев почти на 3 миллиарда рублей отторговали, в первую очередь, вот сейчас у нас идет предпродажа, мы видим просто огромный пол-лист, топ-лист из клиентов, которые хотели поучаствовать, они сейчас заходят активно в сделки, вот, и сейчас, наверное, самое время заходить как раз в объект, вот, как говорится, это окно возможностей, сейчас вот появилось, да, и тот, кто первый зайдет, я думаю, что будет, останется доволен не меньше, чем на первой очереди. Ты сказал, что во втором доме будет цена поменьше, чем 240, это какая? Вот, на данный момент мы сейчас в круг цену определили на предпродажах, предпродажи можно приобрести только исключительно через брокеров, цена на предпродажу, я думаю, что лучше обратиться к вашему брокеру, вы понимаете, кому нужно обратиться, в секрете. Да, да, да. Но она точно ниже. Она ниже, она просто в моменте, там, условно, 1 декабря будут официальные продажи стартовать, и вот до 1 декабря у вас есть вот такую возможность, да, очень быстро получить суперусловие, да, которые в дальнейшем, просто в моменте, там, за 2-3 недели заработать прилично больше, вот, поэтому я считаю, что правильно, как бы, историю не часто не говорить про цену, мы, наверное, когда будем стартовать следующую башню, расскажем, сколько заработали инвесторы башни В, да, потому что сейчас те, кто в первую очередь там заходили, они вообще там счастливы от того, что зашли в проект, да, здесь вот я хочу эту же историю повторить в нашем проекте, вот, но опять-таки еще расскажу, я считаю, что это, как бы, немаловажный фактор является агенты, да, которые нас рекламируют, распространяют информацию, и здесь мы поэтому для агентов дали возможность там в виде там двух-трех недель, чтобы они поторговали по другим ценам и завели тех инвесторов, которые действительно понимают, что можно на этом заработать, да, за полгода прилично много, так скажем. Скажи, вы, когда изначально проектировали Freedom, у вас было сомнение или непонимание ситуации по бизнес-центру, бизнес-центр оставлять себе для сдачи в аренду или все-таки уходить в продажи, появилась эта определенность? Мы будем его продавать, ну, по крайней мере, одно здание точно, второе, скорее всего, оставим. То есть будет два бизнес-центра? Да. Вот. Если говорить про бизнес-центр и вообще про офисные помещения, у нас было первые пять этажей мы выделили в первую очередь под офисы и первые вот эти пять этажей, они уфли первыми, то есть там причем покупали для себя люди, у нас причем последние там и у нас тоже три этажа одна компания забрала, есть компании, которые по полкрыла себе забирали, современных офисов, тем более с такой инфраструктурой нету, да, но здесь нужно понимать, да, то, что историю, как, что вы покупаете тоже здесь немножко не бизнес-центр, а представьте, ваши работники будут счастливы от того, что они в обед сходили на тренировку, там, победали там в мясном, рыбном, либо там, не знаю, там, каком-нибудь фастфуде, да, во всем, где их захотели сегодня пообедать, не выходя из здания, да, у них четырехуровневая подземная парковка, у них просто нереальный вид на реку, да, и возможность погулять там вечером, в обед, просто даже никуда не выезжая, там, опять-таки, тоже вот вся эта инфраструктура для офиса, я просто вот в Новосибирске не представляю, где у нас второй раз может появиться такая инфраструктура для офиса, ее просто технически нету, поэтому многие, кто, у нас даже многие наши клиенты, которые с нами работают, они у нас не успели в первую очередь купить, причем они так, ну, скептически относились, ну, там, Freedom 10 лет стоял, как о снежной миле, там, мы там не хотим, и на удивление до старта второй очереди у меня из моих знакомых образовался стоп-лист, которые говорят, все, мне последний этаж, или мне вот наоборот пониже этаж, чтобы на лестнице не ходить, и мы увидели такую интересную картину, когда по офисам у нас просто спрос, ну, по крайней мере, среди моих друзей коммерсантов, он был достаточно большой, которые хотели зайти, понимая то, что мы все-таки вот это преодолели точку, так скажем, вот этот невозврат или как правильно, то есть мы перешагнули эту историю, и сейчас они поверили в эту историю тоже, и у нас бизнес-центр прям очень хорошо зашел, поэтому у нас одно здание бизнес-центра, которое мы будем продавать, одно здание у нас останется, бизнес-центр, и у нас два здания апарт-комплексов остается, мы сейчас стартуем башню В, башня А будет стартоваться через год, но это будет немножко повыше классом башня, и там цена уже на старте, я думаю, что мы как раз ее хотим начинать около 300 за квадрат, но у нее на первом этаже как раз термальный комплекс, она будет самая интересная, и там мы хотим сделать гостиницу, пятизвездочную гостиницу. То есть она будет несколько этажей занимать, не все полностью. Да, мы хотим как раз мобилированную, полностью оснащенную пятизвездочную гостиницу, у которого на первых этажах будет термальный комплекс с фитнесом, и поэтому мы ее выделяем как отдельную, так скажем, на закуску. Но там номера будут продаваться? Номера там будут продаваться? Да, но вот каком объеме пока мы тоже не понимаем, и мы сейчас хотим попробовать понять спрос, какой у нас сейчас, у нас потому что сейчас немножко, наверное, ажиотажный спрос, он, естественно, спадет после старта продаж, и, наверное, он чуть будет ниже. Мы вот сейчас хотим в течение полугода, 8 месяцев понять вообще историю, как у нас башня В будет реализовываться, и потом уже в башню А, которая вот пятизвездочная гостиница, уже ее еще более продуманной сделать. Но цена, я думаю, что там будет уже самая дорогая, и инвестиционная как бы, так скажем, она будет с точки зрения роста динамики цены не такой интересной, но она будет самая концептуальная уже с точки зрения там жизни и там вообще реализации каких-то интересных идей. Вот, поэтому здесь она принципиально имеет другую там идеологию. Вот, ну а в целом, конечно, комплекс сейчас мы с декабря начинаем строительство, туда уже технику завезли, одновременно вся очередь будет строиться, все четыре башни одновременно. Мы планируем за два с половиной года поднять все четыре башни, плюс вот этот четырехуровневый подземную парковку, двухуровневый торговый центр, вот эта вся история будет подниматься одновременно в течение двух с половиной лет. Вот, и мы одновременно вот сейчас там уже две свайные машинки приехали, еще приедут еще там порядка двух в течение наверное двух-трех недель и сейчас активно идет разворачивание, так называемой мобилизации строительной площадки. Вопрос, значит, в первом доме многофункциональный, можно так сказать, наверное, это центр, там есть и апартаменты, и офисы, в общем, много что есть. а вот второй дом, который вы сейчас стартует, получается, только апартаменты или там тоже можно этажами покупать и офисы себе делать? ну вот мы тоже сейчас оставили несколько этажей под офисы, потому что мы видим под эту историю спрос и понимаем, что башня Г, которая будет прямо под бизнес-центр стартовать, она будет по цене дороже, я думаю, что значительно, чем башня В. то есть это вот из тех запусков, которые сейчас будут, это самые... там продажи не открытые. там продажи не открытые, я объясню, почему мы сейчас по инженерке решаем вопрос, мы хотим его по классу, достаточно высокий сделать класс, там центральные... достаточно высокие это А или А+. А. А. А, скорее всего, вот есть нюанс один, в бизнес-центре класса А должен быть один собственник, условно, технически. Кстати, не обязательно. Не обязательно, да? Да, то есть, есть такая градация, есть такое требование, но в целом, если посмотреть на всю, на весь мировой рынок коммерческой недвижимости, можно легко увидеть, что... ну, Москва-Сити. Ну, да. Все же распроданы в бизнес-центре класса. Ну, вот, поэтому... Да, мы хотим сделать эту историю, там, класса А, и выше. Сейчас технически решаем эти моменты. Высота потолков в бизнес-центре башни В, она будет выше, вот, но еще раз говорю, цена будет там значительно дороже. То есть, я думаю, что с точки зрения там потребительских качеств, она может быть получше башни В, которая сейчас является такой, тоже гибридным апартаментом, плюс офисы, но и стоимость значительно выше. Есть ли еще какие-то секретные секреты, которые можно рассказать, поделиться счастливыми агентами по недвижимости? Прямо красиво. Вроде бы мелочь, где-то сгладили углы, немного какой-то вот такой легкости добавили, а сразу совсем по-другому. Поиграли этажностью и совсем по-другому выглядит. Ну да, здесь архитектура мы полностью концепцию изменили и планировочную эту историю сделали совершенно другой. А, кстати, в башне В будут площади от 100 квадратов минимальные, там, по-моему, 100-200 квадратов, ну, то есть, там, большие площади. В башне В от 24-22 квадратов, то есть, там, маленькие апартаменты есть, да, вот, поэтому и в башне А там тоже большие, только, ну, то есть, там уже более крупные нарезки. То есть, это вот эта башня В, которая сейчас выходит, она будет по нарезке маленькой, остальные они будут больше гораздо. Поэтому нужно тоже это, как бы, иметь в виду. Если говорить, наверное, о, там, вот, как раз-таки основных изменениях, мы все изменения проговорили, вот, сейчас мы, наверное, можно сказать, то, что торговых центров, торговый центр стал больше, ритейл стало больше, ресторанов стало больше, термальный комплекс стал больше, фитнес стал больше, парковок стало значительно больше, в общем, и цена стала больше. по поводу башни веба поспорил, то есть, как бы, она, вот, если говорить про из всех башен, да, она такая самая комфортная будет, потому что мы понимаем, что сейчас башня веб, пока мы будем ее стартовать, и пока будет подниматься вот эта вся история, и сейчас, ну, в течение полугода встанут четыре крана и начнут это все поднимать, стоимость очень сильно вырастет, вот, и мы тоже понимаем рыночную конъюнктуру текущую, что это все-таки апартаменты и текущая ставка, она высокая, но у нас есть, кстати, сейчас спецпрограммы, вот интересная история по поводу спецпрограмм, но я бы сказал тоже историю такую, обращайтесь к вашим брокерам, они вам все расскажут, потому что очень долго все рассказывать, очень много схем финансовых, апартаменты вторые в подарок? Ну, не совсем так, я имею ввиду про покупку, про, у нас сейчас есть там ипотечные интересные решения, несмотря на то, что сейчас рыночная история там 17-18 процентов, там 16-18 по апартаментам, есть возможность значительно снизить эту стоимость там и платить ипотеку, прям копеечную ипотеку и купить себе очень выгодно сейчас апартамент на интересных условиях. Прямо удушевляющий. Да, 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 ну, опять-таки, вот я бы, вот пускай лучше профессионалы про эту историю рассказывают, потому что очень много программ и если там, сейчас я начну рассказывать, это будет неправильно, как бы, так сказать, в зависимости от того, что человек имеет на данный момент, какой, так скажем, первоначальный взнос, как он хочет зайти, тут уже, наверное, больше, как бы, как раз-таки, могут... пусть агенты отрабатывают свои деньги. Правильно. Тем более, здесь много о чем можно рассказать. Вот 1 декабря, еще раз говорю, официальный старт продаж, до 1 декабря обращайтесь, да и после 1 декабря к своим агентам, чтобы они вам подробно рассказали, как комплекс изменился, что стало лучше, потому что изменений достаточно много. Вот, в целом, проект стал гораздо масштабнее, еще больше, он был и так масштабный, вот, и если вы поставите две картинки, тут даже, наверное, есть смысл, там, перед тем, как покупать, понять, что мы, как, насколько мы видоизменили проект, вот, потому что... мы делаем картинку сейчас, заставку, покажем, как это было и как это стало. Да, да, вот, надо показать, потому что без вот этой картинки, как бы, не совсем понимаешь, как бы, насколько скорректировался проект, и вот, за это короткое время у нас было очень много коммуникации, очень много работ, очень много специалистов было подключено, в том числе и там жилой, коммерческой недвижимости, в том числе и самих операторов, они давали очень много обратной связи по поводу, как сделать правильно разгрузки, как правильно пути сделать, как заезды правильно сделать, чтобы комфортно было всем потребителям, как, соответственно, разделить этот трафик, то есть, как бы, вот, у нас сейчас до февраля будет еще разработан проект благоустройства, и там тоже одна именитая компания, которая в Дубае разрабатывает проекты, делает сейчас тоже проект благоустройства, там будет много арт-объектов, сейчас их не видно, их потому, что сейчас нету, но мы сейчас включим еще в благоустройство огромное количество всяких элементов, инстамест, чтобы люди хотели там фотографироваться. Медиафасады на фасаде будут? Да, будут, мы их сейчас рассматриваем, причем сейчас рассматриваем даже на этапе стройки их встроить, вот, пока что, вот, я думаю, что до Нового года мы определимся, где они будут, и в феврале их уже поставим, они будут изначально, естественно, от той башни, которая сейчас строится, это первая очередь, ну и потом мы уже их встроим в действующий проект, вот, помимо того, что внутри будет много медиафасадов, он будет достаточно, так скажем, технологичный и интересный внутри, он еще и снаружи, мы планируем его сделать таким. Ну тут прям со мной хвилил, то, что это же все смотрит на левый берег, да, или там на большевичку, где огромнейший трафик. Да, поэтому здесь, наверное, про секреты основные, которые сейчас доступны, мы проговорили эти все моменты. Доступные секреты? Да, доступные, которые сейчас. А можешь сказать, я знаю, что есть онлайн-камера, показать, что сейчас на стройке происходит? Ну и конечно. Чтобы мой, так сказать, не отходя от кассы. Да, 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 сейчас мы это смотрим. А, вот они, он прямо онлайне. Вот, соответственно, вот 8 этажей, мы как раз 4 этажа уже стали перекрывать, тут уже окна завезли, буквально, в ближайшее время начнут монтирование окон, вот видно, фасады начали делать, то есть мы сейчас параллельно будем идти, так как мы на там 2-3 месяца опоздали в монолите, вот мы сейчас ускоряем темпы за счет того, что мы параллельно ведем работы, которые хотели раньше делать последовательно, вот, ну, кстати, вот видно, что сейчас на первой очереди, ой, на второй очереди вот уже приехали буровые машины, которые сейчас уже начали работать, у нас уже вот идет активная работа и по второй очереди параллельно, поэтому здесь вот сейчас такая масштабная стройка развернется и на второй площадке. Ну, кстати, я сейчас могу показать, что сейчас происходит на второй площадке, на второй очереди, вернее. Сейчас, секундочку, у нас там тоже же камера есть. А эта камера физически действует? На вашем здании удачусь? Нет, стоит она, по-моему, либо на ривер парке, либо на гостинице. А, вот, кстати, сейчас такой интересный момент будет, это вот то, что было сейчас построено на второй очереди, вот ему сейчас камера онлайн просто запечатлилась в момент ее установки, вот, тут как раз 10-е, 0-е, вот, видно, что здесь вот как раз часть стилобата смонтирована, с этой стороны часть стилобата смонтирована, если мы сейчас play нажмем, мы увидим, что вот тут мы уже разобрали все, здесь мы сейчас как раз ведем работы, вот, сейчас отсюда они перейдут вот на этот участок, и поэтому здесь вот все вот это снесут, и заново будем строить вторую очередь. Ну, тоже вы понимаете, насколько это была история болезненно с точки зрения себестоимости, потому что там было потрачено огромное количество денег для того, чтобы возвести там стилобаты второй очереди, огромное количество денег, которое было там проинвестировано прошлым собственником в проекты, в решения, да, ну и к сожалению, мы в моменте поняли, что это так работать не будет, но это когда-нибудь не работает, и нам уже все там наши партнеры сказали, что очень большое количество моментов, которые необходимо исправить, и мы для себя уже, наверное, тогда к началу лета приняли решение, что нам проще снести все и заново построить, но когда мы первую очередь там тоже, почему это тоже решение было сделано, потому что на первой очереди было очень много изменений технических, нам пришлось очень много дофинансировать в проект, для того, чтобы он нормальный вид имел, нормальное там с точки зрения, так скажем, использование его, потому что он был, там было на всем сэкономлено, везде было много нюансов, то есть условно даже там там, где должно быть электроэнергии, там одно количество их там в два раза меньше, поэтому нам пришлось помещение даже ломать, и там чтобы поставить нужное количество оборудования, веншахт, и т.п., это все просто мы поменяли, вот, и фактически там, конечно, тоже было много работ сделано, но сейчас все вопросы решены, мы их, кстати, получили, новое разрешение на строительство по первой очереди, новое разрешение на строительство по второй очереди, где как раз полностью был переработан проект. Я увидел возможность, куда вам проект еще нужно развить. Да? у меня стоит бизнес-центр Рим, он фактически перпендикулярно вашим зданиям, вам нужно его выкупить, фасад сделать таким же, как ваш, красивенький, и будет такое перо перпендикулярно вашему, и сделать еще подземный переход в торговый центр. Ну да. И это будет прям такой корабль, идущий в город. Ну да. Он же, кстати, продается, по-моему. Да, продается, причем цена его выросла очень в короткий период времени, опять-таки, то, что касаемо, если мы говорим по бизнес-центре, то есть, его после кризиса очень дешево продавали, мы в свою очередь... уставший бизнес-центр, который сложно назвать, какого класса. Но он очень сильно вырос, очень сильно вырос в цене. Но он больше вырос из-за того, что у вас пошло движение. Возможно. То есть, из-за перспектив находиться рядом вот с такой красотой. Возможно. Вот это, наверное, красивые фрази. Можно и заканчивать. Согласен. Я, на самом деле, не знаю, когда по времени выйдет это интервью, но если посмотрите на сроки, обращайте внимание. Потому что сейчас, говорю, у вас есть уникальная возможность для того, чтобы зайти в проект. У нас, кстати, на первой очереди, на удивление, одна девочка, брокер, продала больше 30 юнитов за предпродажу. То есть, очень короткий период. Это же та же самая девочка, которая была в одном, мы прошлый раз разговаривали. Ну да, вот эта вот девочка, да, да. Ну, я просто рассказываю историю, там, как бы, мы просто не сильно ожидали вот этой истории. И тут, так скажем, обычный брокер, который, там, работает в агентстве, она там очень много закрыла сделок, и это было, конечно, интересно. Для нас опыт был тоже такой интересный. Я надеюсь, что к вам обратятся ваши подписчики, клиенты, и, так скажем, с вами вместе смогут сделать правильный выбор. Ну, были к своим агентам, потому что агентов, кто занимается фридом, очень много. Спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, вот, практически все секретные секреты удалось у Пайрата прям клещами вытащить, правда, некоторые в камеру он отказался озвучивать, поэтому, как Пайрат сказал, обращайтесь к своим брокерам, брокеры знают твиты на все вопросы, а если не знают, то оперативно эту информацию в моменте узнают от девелопера и с вами поделятся. На самом деле проект крайне интересный, вот без дураков, это самый инвестиционно привлекательный проект, то есть рост стоимости квадратного метра в самом конце, когда проект будет реализован, я считаю, что сейчас никто из нас не может даже предсказать, но вот именно из-за того, что на территории, которая не была застроена, наоборот, которая имела отрицательную репутацию, возводится масштабнейший сегодня проект в городе, с крайне продуманной концепцией, которая, как вы видите, еще постоянно шлифуется, улучшается, вот благодаря вот этому, благодаря тому, что локация у проекта, ну, точно одна из самых лучших с точки зрения инфраструктуры, смотрите, все виды транспорта, все остановки, метро, электрички, автобусы, маршрутки, вот все здесь есть рядом в пешей доступности 5-8 минут, и логично, самая привлекательная история, это набережная, набережная и, как я называю, море, то есть, вид на воду, это вообще снимает все границы с роста цены, и вот когда вот этот проект будет реализован, вы сами просто, скажу прямо это в камеру, офонареете от того, сколько денег вы заработаете, если вложитесь в этот проект сегодня. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует...